Тема вакцинации, пожалуй, самая актуальная сейчас в мире. Хоть и снизилось количество больных с диагнозом COVID-19, все же есть опасность заразиться. А введение вакцины с целью создания активного специфического иммунного ответа против возбудителя инфекции является самым лучшим способом защитить себя и своих родных. Как проходит вакцинация в Ижугутинском районе, сколько человек уже привиты, узнавала Алла Качеева. Ну потому что жить надо. Идет осень. Всякая вот эта непогода, всякая катаклизма в воздухе. Надо делать обязательно прививку. Обязательно. А вы уже вторичные делали? Мы вторичные первые сделали, ничего не почувствовали. Ничего, все было нормально. Ни температуры, никакой таблетки не пили. И вот пришли на вторичную. Жители Ужигуты Екатерина Облогина и Александр Перепелицын понимают, что вакцина – единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения коронавирусной инфекции. И когда в районной поликлинике начали делать прививки, они от не из первых записались на процедуру. Участковый терапевт Фатима Булурова рассказывает, что сегодня все существующие вакцины от COVID-19 двухфазные, то есть для максимальной защиты требуется введение второй дозы в спутник ВИИ. Об этом и не только строго предупреждают желающих привиться. Перед вакцинацией мы непосредственно проверяем наличие на острую вирусную инфекцию, то есть обострение всех хронических заболеваний. Также мы смотрим, измеряем термометрию, то есть температуру тела, смотрим на сатурацию это, смотрим давление, собираем анамнезы, естественно. Также нужно подписать соглашение и только после этого можно попасть в процедурный кабинет. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно как у участкового терапевта, так и через портал госуслуги. Исполняющий обязанности заведующего из Жигутинской районной поликлиникой Арсен Лепшоков работал в госпитале и в первую, и во вторую волну. Ему, как никому другому, известно, как протекает болезнь, насколько она коварна и как они, медики, вытаскивали пациентов буквально с того света. Сегодня доктор настоятельно рекомендует жителям привиться, особенно людям в зоне риска, и жить спокойно. Сегодняшний день в район поступило 1400 вакцин. Это с начала февраля. За этот период уже вакцинировано 1298 человек. В основном это медработники, учителя, ну и люди пожилого возраста тоже приходят. К некоторым выезжают мобильные бригады. Кстати, людям, живущим не в ВУЗ Жигуте, можно записаться у себя в населенном пункте у участковых врачей. И когда набирается определенное количество, то к ним выезжают мобильные бригады. Ну, мы решили с мужем вместе пройти вакцинную акцию, потому что, ну, это серьезное заболевание, и нет того, что мы не заболеем или еще что-то, поэтому мы решили пройти и сделать. А не боитесь? Да нет, страха нет. Делать или не делать прививку – дело каждого. Каждый из нас имеет право на выбор индивидуального метода защиты себя и близких от болезни. Но сегодня вакцинация – единственный способ обезопаситься от COVID-19, который может унести жизнь или очень и надолго ухудшить состояние здоровья. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачева, Черкесия, Узжигутинский район.